Привет, друзья! Добро пожаловать к обзору моих законченных работ в ноябре 2018 года в раскрасках антистресс. Получилось у меня 14 работ. И начнем вот с этой книжки Goods and Beasts от Эдам Фишер. В этой книжке я раскрасила одну работу. Это вот такой вот. И если я правильно произношу, то это чудовище называется Гбагали из Либерии. Это такой вот динозавр, от которого произошли наши теперешние крокодилы и аллигаторы. Он где-то 10 метров длины. И вот как здесь написано, может менять цвет, как вот и хамелеон. Ну вот такая вот работа, моя первая работа в этой книжке. Эту книжку я купила в октябре. И обзор этой книжки есть на канале Crazy Rain или Crazy Rian. Я не знаю, как правильно имя этого блогера. Но вот советую. Книжка классная. Потом делала я тоже первую работу вот в этой книжке Ticket to Dreams от Каролины Кубиковской. Заказывала я эту книжку из Чехии. Эта книжка вот с очень-очень толстыми листами. По-моему, с самой толстой листы бумага, которая вот у меня есть. Сделала я вот такую работу. Фон акварелью. И тоже медведя тоже сначала акварелью, а потом вот карандашами призмаканас. И тоже вот это вот призмаканас. Такой медведь. Потом для участия в марафоне от Ольги Рани раскрашиваем вместе с темой «Чай вдвоем». Вот раскраска Алиса «Стране чудес» бренд Юлия Ривас. Вот этот вот портной, который шил шляпы. Ну, здесь я делала часть «Ингтенцами», а часть «Паба Костель Поликромас». Вот. Потом в моей новой раскраске обзор на нее у меня есть. Видео покупки ноябрьские. Здесь вот моя первая картинка. Вот такой вот мужчина. Хотя здесь была очень... Мне нравятся очень женщины, потому что они такие женственные одежду носят. Но разукрасила я мужчину. В принципе, мне нравится. Но вот только вот эти вот виски или коньяк. Он как-то немножечко, как будто бы он с молоком получился. А так нормально. Немножко выглядит, как бы итальянская мафиоза. Ну, вот так. Опс. Немножко свет у нас пропал. Вот. Потом я закончила одну работу, которую я начинала в октябре. Это вот такая вот от Хенни Лин. Хенни Лин. Это акрил. Ну, так работа ничего. Нормально. Следующая работа у меня в раскраске рождественская от Хенни Лин. Это вот такая вот девушка. Это была моя первая рождественская картинка, которую я делала. Потом вот две раскраски от Татьяны Богима. Я очень люблю эту художницу. И расскажу вот об этой книжке. Nice Little Town 6. С этой книжки у меня получилась такая вот неприятная история. Я на нее, как вот видно, пролила чашку с кофе. То есть я делала вот эту вот картинку. Это не ноябрьская. Это еще раньше. И она у меня была уже почти закончена. Фон только не хватало. И я пролила на нее чашку кофе. Причем в этот же день я и пролила и на работе чашку кофе. То есть такой вот у меня день был. И у меня была первая мысль выкинуть ее, купить новую книжку. Но потом я решила ее оставить. Потому что, в принципе, ну как бы только вот с этой стороны вот эта кофе. И я решила оставить, чтобы как-то даже может быть эти кофейные пятна просто в фон интегрировать. И здесь я раскрасила две картинки. Вот такую вот для марафона от Ольги Рани. Чай вдвоем. Вот здесь вот чашечка. То есть здесь чашечка. Здесь везде всякие чашечки. И еще я раскрасила еще одну работу в этой книжке. Это вот эту вот школу. Кстати, здесь по материалам это акварельные карандаши. Цветочек тоже акварельные карандаши. И призмакалас. Вот этот вот тоже акварельные карандаши. И здесь, ну, школа. Здесь тоже часть акварельные карандаши. Вот дерево. Это деревенты. И так призмакалас. А вот это вот поско я нарисовала. Было оно черное, кстати, котик. Я его прислала просто белым. Как и положено. Потом сделала я еще картинку вот в этой раскраске. Это Nice Little Town Christmas 2. Одну картинку. Это вот такой вот. Здесь у меня акварель. Вот елочки. И фон. Дерево у меня карандашами Derwent. А так все это призмакалас. Ну, конечно, белая ручка. Поско. Вот. Потом закончила я, наконец-то, картинку из таинственной джунгли. Вот это вот. Вот. Здесь у меня фон Inktense. Я вот размалевывала. А так по карандаши. В принципе, брала практически все карандаши, которые у меня были. Это Faba Castel Polychromos. Prismacalas. И еще вот у меня такие карандаши пастельные. Вот такие вот. 12 с Японии, мне кажется. И очень классные карандаши, но, к сожалению, очень дорогие. Вот. Но обалденно рисуют. Вот такая вот картинка. Рада, что закончила. Было достаточно много работы. Потом еще одна рождественская картинка. Это вот в этой раскраске. И вот такая вот картинка. Здесь я использовала, ну, тоже вот часть вот этих японских. Хольбайн. И призмакала с кружку. Мне кажется, я сделала Faba Castel Polychromos. В принципе, я использую всегда практически все мои карандаши. Просто смотрю, ориентируясь по цветам. Кстати, в самом начале ноября я раскрасила картинку из этой раскраски. Это вот такой вот. Здесь фон акрил. Он даже такой вот ровненький. Ну, а так вот немножко подложка делала фломастерами. И так, наверное, Faba Castel Polychromos карандаши. Ну, и последняя, не последняя, а последняя картинка. Это в раскраске The Magical Christmas от Лиззи Марии Кулин. Это вот эта вот вступительная картинка. Здесь я делала фон не Акала 2, а саму картинку Ингтенсами, конечно же. Ну, и у меня английская книжка. Вот если посмотреть на обратной стороне, то у меня Ингтенсы немножечко просто на другую сторону перешли. Я не знаю, почему. Может быть, много я воды лью. Я не знаю, почему они у меня всегда вот выступают. Вот такая вот картинка. Фон я делала по мастер-классу от Coloring with Claire. Она показывала, как делать Galaxy фон. Ну, так же я сделала. Вот так. И последняя картинка вот в такой вот маленькой книжке. Ну, для сравнения. Для сравнения. Вот такая вот малютка. Pocket Size. Это книжка от Селины Веней. Здесь 50 картинок. И есть такая книжка. Магикал в нормальном А4. И, может быть, я даже советую в нормальном размере брать. Если вы... Потому что вот, допустим, лица, они такие малюсенькие, что уже вот если глаз нарисовать, то точку сделал. Или даже я не знаю, как вот нарисовать. Она слишком очень маленькая. Поэтому вот моя первая картинка. Разочаровала меня, если честно. Вот волосы меня разочаровали. Фоны тоже как-то не очень получились. Ну, и то, что очень такое маленькое лицо. Единственное, что мне здесь понравилось, это вот этот вот динозавр. А дракон. Динозавр, говорит дракон. Ну, и крылышки мне очень понравились. А так, в принципе, ну да. Ну, я хотела начать эту книжку. Посмотрим, как дальше пойдет. Вот эта картинка, допустим, нормальная. А так, если маленькие такие лица. Просто как-то, ну, не знаю, слишком маленькие. Хотела я еще другие книжки от нее. Вот Gothic Minis, по-моему, купить. Ну, я не буду, буду делать, буду покупать в нормальном размере. Ну, вот так. На этом и все. Все мои работы в этом месяце. Если вам понравилось, ставьте лайки. Ну, а сейчас будем прощаться. Все. Пока. До новых встреч.